здравствуйте дорогие друзья в этом ролике мы с вами поговорим о таких образованиях кожных как гемангиомах и удаление гемангиом лазером говорим мы с замечательными двумя нашими докторами паре николайнышкин дервы лазерным амбулаторным хирургом и врачом дерматокосметологом дерматоневрологом даже да если быть точным на яна александрович котуровой и так действительно гемангиомы встречаются достаточно часто не встречаются и у детей у взрослых но давайте все-таки поговорим с специалистами да итак первый вопрос к вам я на что же такое гемангиома как вы уже отметили действительно гемангиомы бывают как у детей так и у взрослых но если у детей это врожденная патология и их разделяют на виды гистологические структуры то у взрослых это обычно гемангиома либо по-другому их называют инфантильная гемангиома это доброкачественное сосудистое образование в основе которого лежит аномальная пролиферация эндотериальных клеток и нарушение архитектоники сосудов как правило у взрослых они встречаются течение жизни могут накапливаться в течение десятилетий очень часто спрашивают да да нет уже часто спрашивают опасно ли они могут перерождаться прождаются они враг вообще то есть существует атипия клеток гемангиома ну смотрите любое образование в течение жизни могут присутствовать атипические клетки но если мы говорим за обычные гемангиомы то у 99 процентов случаев это все-таки доброкачественное образование исключением являются только те гемангиомы которые находятся в местах есть постоянное механическое повреждение либо механическое воздействие на них вот тогда они могут перерастать да также очень часто спрашивают а в чем причина да потому что многие пациенты видят эти образования считается кстати среди многих пациентов как говорится в народе да что это проблема печени например но все таки в чем этиология в чем причина образования вот этих маленьких красных точек смотрите до конца этиология так и не изучена о том что действительно говорят бывает возникает в ходе нарушения работы печени либо заболевания печени также в ходе ожирения либо гипертиреоза но никаких научных фактов которые это подтверждают нет то есть в течение жизни не могут появляться генетическое наследственность здесь тоже имеет значение потому что вот обычно пациенты отмечают что у их там родителей тоже их было множественное количество допустим как и у самого пациента ну то есть я понимаю что в диагностике проблем никакой нету да то есть сразу можем понять что это все таки вот эта вот красная точка гемангиома и можем спокойно выбирать правильно смотрите в любом случае доктор который удаляет образование он должен осматривать это в дерматоскопе потому как гемангиомы они могут делиться на доброкачественные то что встречается чаще всего на локально агрессивные и злокачественные и вот здесь доктор должен хорошо разбираться в структуре образования чтобы понимать что он удаляет если есть какие-то подозрения на то что там какие-то злокачественные процессы начинаются тогда лучше делать гистологии только потом уже удаление вот так дорогие друзья да не все так просто то есть маленькие точки особенно когда их много это не значит что можно их просто взять убрать и перед этим не посмотрел вас либо дерма косметолог либо онколог конечно поэтому каждому кожному образованию нужно относиться очень серьезно даже к небольшим гемангиом и так конечно хочется очень многих и и очень многим их естественно убрать достаточно быстро и для этого у нас существует на сегодня конечно же лазеры о чем мы хотим поговорить с вами и так мария николаевна вопрос к вам да какой наиболее интересный современный инструмент на сегодня полнопланете земля существует чтобы убирать вот эти маленькие образования ну конечно лазеры потому что для кожных образований лазер это универсальный инструмент и один из самых лучших лазер дает минимальное повреждение окружающих тканей поэтому косметический эффект от этих вмешательств он тоже наиболее благоприятен мы работаем с лазером биолитек замечательный лазер который создал насадки специальные дерматологические для того чтобы удалять различные образования кожи вот здесь мы имеем с вами три вида насадок то есть вот они у нас к этой удобной ручки прикручиваются то есть и можно их поменять насадки отличаются насадки отличаются разным диаметром вот светового пятна то есть я вот вам продемонстрирую она бывает 06 бывает один миллиметр и бывает полтора миллиметра насадка имеет выступ который определяет фокусное расстояние то есть именно таким образом мы с вами можем не промахиваясь удалять данное образование кроме того биолитек позволяет помимо того что мы можем поменять насадку да то есть и определить размер светового пятна которым будем удалять мы можем еще и поменять различные применять различные настройки в самом аппарате то есть для каждой нас насадки он свой это диапазон импульса то есть длительность импульса это межимпульсный интервал и это мощность которую мы можем подать это позволяет удалять различные образования различной структуры и плотности и достигать максимального косметического эффекта очень удобный аппарат и это аппарат фирмы биолитек я хочу сказать одну простую вещь дело в том что на самом деле диодные лазеры вообще для удаления кожных образований они использовались но используется не так часто да потому что в основном все таки другие лазеры это co2 лазер используется и в хирургии амбулаторной косметологии неодимовые лазеры а вот диодные лазеры они используются достаточно редко и действительно компания биолитек впервые изобрела вот такую очень удобную насадку где очень удобно дозируется лазерное излучение что такое удобно дозируется лазерное излучение это значит соответственно косметолог или хирург может убрать это образование не прожигая соответственно дерму до сосочкового слоя правильно да и соответственно контролировать по сути вот эту маленькую да это дендрит то есть проникновение соответственно лазерного излучения, что очень классно, потому что зачастую многие, например, СО2-лазеры, они контролируют проникновение лазерного излучения. Вот здесь сам врач руками в настройках может это все контролировать, поэтому получается максимально эстетически. И особенно, когда речь идет о маленьких образованиях, а особенно когда их много, то, конечно, каждому пациенту, особенно женщине, если это область шеи расположена, область груди, хочется максимального эстетического эффекта. А вот, Мария Николаевна, а сколько за раз можно вообще убрать этих образований? Ну, образования, они тоже бывают разные. Бывают большие, бывают маленькие. То есть, бывает так, что какое-то большое образование мы можем даже удалять фрагментарно для того, чтобы получить лучший косметический результат. Опять же, большое количество образований можно удалить за одну процедуру. Это определяет локализация. Да, безусловно, мы там с вами на теле это одна, может быть, площадь повреждения, там на лице совсем другая. Поэтому определяется локализация процесса, определяется размерами образований, которые мы удаляем, и определяется желанием пациента тоже. Да, ну и вопрос еще к Яне Александровне. Вот мы с вами скоагулировали, да, сделали, по сути, лазерную деструкцию этих образований. Мелкие, чуть они крупнее, то есть все, что мы можем пятнами с вами делать, соответственно, этим диодным лазером. Что дальше, какие рекомендации? Вот, да, соответственно, мы с вами убрали, что делает пациент дальше, как это все происходит, как быстро заживает. Смотрите, рекомендации очень простые, то есть сутки после удаления не мочить места удалений, и дальше наносить раствор фукорцина, либо раствор йода на места удалений, для того, чтобы быстрее не отходила корочкой, чтобы был асоптический эффект. Дальше корочка отходит по-разному, от 7 до 10 дней, остается потом небольшая пигментация. Не рекомендуется загорать на солнышке после удаления, хотя бы в этот, ну, то есть в лето мы не удаляем их. Обычно это осень, зима, ну, ранняя весна для удаления. Какие-то крема применяете уже после? Ну, преимущество этого, ну, SPF-крем, если все-таки на солнце пациент выходит, а так, там нет никаких ни дефектов, ничего, максимально комфортно работать на этом лазере, удаляет до чистой ровной кожи, то есть потом ничего не остается на ней. Итак, дорогие друзья, мы с вами говорили про удаление лазером геман-геом, да, удаление лазером технологии биолитек, это немецкая технология лазера, и нужно сказать, что на самом деле это очень удобный инструмент для дерматокосметолога, для амбулаторного хирурга. Еще раз повторю, да, что, в принципе, это может делаться как под местной анестезией, так и вообще без анестезии, если еще маленькое образование, совершенно, ну, практически это совершенно безболезненно, поэтому, в принципе, за раз можно убрать сколько угодно этих образований, добиться очень хорошего эстетического результата. Спасибо, что вы нас смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова